Всем привет, ребята, с вами Милашка, и в этом ролике я бы хотела поговорить о моем персонаже Милашки. Многие, наверное, никогда не слышали историю появления этого персонажа в новом канале. Думаю, пришло время вам об этом рассказать. Итак, садитесь поудобнее, мы начинаем. Первый раз мой персонаж появился в ролике, который назывался «Один день токобока». Он вышел почти три года назад, сразу после новогоднего обновления, где нам давали первый раз мебель и предметы в новогоднем стиле. Там же появились первые елочки для украшения домиков. И все, кто помнит это обновление, пишите в комментариях. Посмотрим, сколько тут осталось тех, кто застал тот момент с новогодним паком мебели. Ссылка на этот ролик будет в описании. Если кто-то хочет увидеть первое появление Милашки, переходите, смотрите. Видео очень интересное. Милашку я создала ребенком, и на момент создания ей было всего 10 лет. Мне хотелось, чтобы она выделялась среди других персонажей. И я подумала, было бы неплохо, чтобы волосы у персонажа были не как у всех, пусть они будут ярко-розовые и максимально длинные. Этот образ я создала в бесплатном крейтере персонажей, так как на тот момент я еще не накопила денег на платную версию. И наряд у моего персонажа был максимально простой. Давайте вместе создадим первый образ моего персонажа в крейтере. Переходим и начинаем творить. Так, начнем создавать нашего персонажа. Для начала мы выберем тон кожи. У меня он, я даже не знаю какой, очень светлый у меня какой-то тон кожи. Я даже не знаю, как его здесь настроить. Но я думаю, что примерно вот такой вот. Дальше берем волосы, заходим в женские прически. Ну, у меня сейчас прическа такая же, как была и тогда. Поэтому давайте сейчас поищем. Так, вот моя прическа. И нам нужно теперь выбрать цвет волос. Тут я, по-моему, ничего не настраивала. Так что просто берем розовый цвет. Дальше выбираем глаза. Тут у меня глаза с двумя ресничками. Сейчас поищем, где они. А, вот они. Давайте дальше выберем нос. Что это за нос у меня здесь? У меня сейчас другой, по-моему, у моего персонажа. Поэтому мы сейчас поищем вот этот вот. Возможно, вот этот. Да, по-моему, вот этот нос у меня здесь. Хотя, не знаю. В общем, давайте выберем цвет. Он тут какой-то желтоватый. Мне кажется, вот такой вот. Так же давайте брови выберем. По-моему, по форме они такие же. И цвет нам нужно только перекрасить. В какой-то светло-коричневый. Я даже не знаю. Или вот такой. Да, мне кажется, вот такой вот здесь у меня цвет. Так. Теперь выберем улыбку. Она немножко вбок такая. Вот такая вот у меня здесь улыбка. И также у меня здесь есть розовые щечки. Только вот какие конкретные, я, честно говоря, не знаю даже. Так. Ну, я думаю, что... Может, вот эти? Или нет? Наверное, вот эти. Давайте вот эти оставим. И цвет там... Наверное, вот такой и оставим. Давайте. Или он здесь более такой бледный. Давайте сделаем вот так вот. И теперь ищем костюм. Нет, я даже не помню уже. Наверное, в спортивном разделе. Потому что это, по-моему, для сноубордистов костюм был. Давайте поищем здесь. По-моему, раньше я даже этот костюм в видеороликах не меняла. То есть я в каждом видеоролике ходила в одном костюме. Так, видимо, не здесь. А, тогда, может быть, в зимнем отделе. С куртками. А, да, вот мой костюм. И также мне нужен ободок. Здесь он вот такой вот ярко-желтый. Вот он. А, ну и также я забыла поменять рост своему персонажу. Потому что мой персонаж на тот момент был еще ребенком. Поэтому давайте сравним, как мой персонаж выглядит сейчас и как выглядел раньше. Вот так вот выглядит мой новый персонаж и старый в сравнении с друг другом. Они все-таки внешне отличаются друг от друга, конечно же, но не прям очень сильно. В общем, основной внешний вид у моего персонажа, я думаю, все-таки остался. Конечно, сейчас в креаторе персонажей больше всяких вещей. И, в принципе, я уже купила платный креатор. Поэтому мой персонаж определенно уже отличается от старого. Как минимум одеждой и аксессуарами. После этого момента Милашка практически была в каждом ролике, который выходил на моем канале. Один из самых популярных мини-сериалов, где Милашка была в главной роли, это «Смежные истории». Еще у меня была идея сделать так, чтобы она попала в сериал «Детектив Бритни». Но сериал закрылся на восьмой серии и больше серии не выходило. Так как к сериалу не было интереса у моей аудитории. Хотя лично мне сериал очень понравился. Далее Милашка у меня выросла. И примерно года полтора назад она стала девушкой. Сейчас ей 16 лет, она работает в киностудии и учится на первом курсе университета. И кстати, у Милашки есть младший брат Саша. Этот персонаж списан с моего настоящего брата из реальной жизни, которого также зовут Сашей. И он младше меня на 5 лет. В общем, я не стала сильно мудрить с именами персонажей. Поэтому моего персонажа, как и меня зовут Милашка, от имени Мила. А Саша зовут Саша, как и моего родного брата. Вот такая незамысловатая и простая история у моего персонажа. Кстати, за все время введения моего канала персонаж не менял свой образ и цвет волос. Я считаю, что у канала должно быть одно, постоянное и узнаваемое лицо. А на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. А также подписывайтесь на мой YouTube, Яндекс.Зен и ВК. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok